И снова здравствуйте, друзья! Специально выложила на стол продукты, чтобы вы видели, из каких элементарных, доступных ингредиентов мы будем сегодня творить наш воскресный обед. Картофель очищаем и либо тоненько нарезаем, либо через шинковочку, вот я пропустила. Сыр натираем крупно. Мускатный орех мы затем ножичком аккуратненько уже на полуготовое блюдо. И сливки также нам понадобятся. Я беру свою старинную чугунную сковороду, проверенную для пиццы, потому что она долго держит тепло, быстро проготавливает. И она очень большая, и картошечка тонко-тонко у меня разложится и быстро приготовится. Также подойдет сюда огнеупорная стеклянная посуда, либо другая удобная для вас форма. Вот так, совсем немножко присолите, друзья, потому что сыр же будет сверху, а он сейчас соленый продается. Вот так распределили сыр, натертый, достаточно щедро. На края старайтесь его не ложить, чтобы они сразу не подгорали. Заливаем сливками. Сливки любой жирности могут быть. Это может сметана быть и майонез. Ну, по классическому рецепту картофеля-гратен, это именно жидкие сливки. Так блюдо получится более сочным. Немножечко вот так, пошкрябаем ножиком. Мускатный орех, конечно же, он намного будет ароматнее и вкуснее, если свежий, именно с орешка, понимаете? А не перемолотый с пакетика, тогда он полежал уже немножко, не тот аромат дает. И это уже на мое усмотрение, черный перец свежемолотый, тоже совсем немножечко. Отправляем в духовку, у меня все тонко, особенно картофель распределен, поэтому у меня полчасика при 170 градусах, а вы минут 45, если у вас семейная порция такая потолще картошки. Если вы молодая хозяйка, впервые готовите блюдо, например, в огнеупорной стеклянной посуде, лучше холодную кладите, потому что продукты холодные и форма, и чтобы все уже вместе у вас разогревалось. Ну, я специально взяла чугунную, чтобы быстро уже в горячую духовочку. Так, друзья, пока наше блюдо доготавливается, буквально минут 10 у меня осталось в духовке, готовимся к подаче. Берем любую зелень, какая у вас есть под рукой. У меня тут микс салатов, рукола, микрозелень свеклы и шпината, и там горох где-то попадается, ну, маслинки, моцарелка, черри. Это нужно для того, чтобы украсить блюдо, и снизить калорийность общего блюда, и, конечно же, добавить витаминчиков. Насыпаем вот так аккуратненько, чтобы пообъемнее было блюдо, и его оказалось много, и мне такое нравится, например. Также разбросаю кусочки сыра, фета кусочки подойдут, ну, что найдется под рукой, то и добавляйте. Для таких салатов хорошо подходят также для украшения семечки всевозможные. Я считаю, одним из самых полезных это тыквенные семечки. Ну, посмотрим, как они сюда будут, красивенько или не очень. Такие добавлю семечек. Если у вас есть кунжут под рукой, черный, белый, тоже сверху можно, тоже польза, так польза. Вот так выглядит готовое блюдо, шкварчит еще только из духовки. Из нашей формы я достаю при помощи вот такой лопаточки специальной. Ничего там не прилипло, не присохло, не пережарилось. Я думаю, благодаря тому, что и маслом растительным смазано было, и сливки все-таки свою роль выполнили. Друзья, я вам смело могу рекомендовать это блюдо для воскресного обеда или ужина. Блюдо, как видите, без мяса, без рыбы, без лишних хлопот. Я себе сложила все и обратила по квартире, занималась своими делами. Оно само испеклось. Вот так выглядит порция на два человека, допустим. А это на одного человека порция. Выглядит, как кусочек пиццы, правда? Также можно сложить в лоточек для более длительного хранения, если вам сегодня не нужна вся порция. И затем либо разогревать, либо в холодном виде оно тоже все очень-при-очень вкусно. Ну, а я с вами прощаюсь, друзья, и говорю то, что я обычно. Готовьте своими руками, удивляйте и радуйте своих близких, и берегите тех, кого любите.